Ты царствовал Там, где ты царь, там все подчинено твоей воле Если какая-то сфера жизни нуждается в изменениях Пусть туда придет твое царство Пусть туда придет твоя сила Пусть туда придет твоя энергия власти и мудрости Я благодарю тебя, Дух Святой, что мы можем на этом месте пригласить тебя Во все уголки нашей личности, нашей сути Потому что туда, куда приходит свет, тьма убегает Это так легко происходит, что рассвет, он не борется с ночью Он просто встает В виде солнца, в виде лучей И наступает новый день И я благодарю тебя, что солнце правды восходит сегодня над нами В наших сердцах и душах Чтобы там загорелась твоя заря Заря твоей вечности Заря вечных ценностей Для тех, у кого еще это не сложилось Приди туда, Боже, с пониманием, что наша жизнь здесь на земле Имеет ориентир на вечность Я благодарю тебя, что сегодня, сейчас Мы можем собирать урожаи Мы можем сеять на будущий плод И в этом посеве ты, Господь, царь И ты знаешь, как приготовить сердца сейчас народа Для принятия твоего семени Потому что мы можем урожаи приносить тогда, когда принимаем семя И тогда, когда отдаем его Пусть, Боже, в нас эта проточность не будет никем и ничем остановлена И я благодарю тебя, что мы можем сейчас Держа твое слово Утверждать его в нашей жизни Утверждать на верность, на результативность и плодоносность Во имя Иисуса Христа Аминь Это моя Библия Я есть то, что в ней сказано Я есть Я имею то, что в ней сказано Я имею Я могу то, что в ней сказано Я могу И теперь я смело заявляю Мое сознание готово Мое сердце открыто Принять непорочное Неизменное Вечно живое Семя Слова Божьего Это изменит мою жизнь Навсегда 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 Во имя Иисуса Христа Аминь Присаживаемся в Божьем присутствии, друзья Мы с вами уже два воскресенья говорим О мудрости О дорогах мудрости О путях ее и плодах Но то, что я сегодня хочу с вами поговорить О тех вещах, которые не всегда приписывают мудрости Иногда даже наоборот Людям кажется, что это вообще не мудрость И как я сюда попал Потому что не мудрое Божье мудрее человеческого И поэтому разумом человеческим понять мудрость Божью Не всегда легко получается Только тогда, когда ты можешь посмотреть с высоты птичьего полета Только тогда, когда точки твоего контакта там срастаются Потому что ты не понимаешь, почему здесь тебя прогнали Почему здесь ты не прижился Почему здесь ты не смог выстоять Тебе кажется это все случайностью Но на самом деле, если мы начинаем понимать Что не наш иногда тот выбор, который мы сделали неправильный Уж я сейчас не говорю об ошибках Ошибки бывают у всех И плоды ошибок мы тоже знаем Я сейчас говорю о том, когда мы хотим делать правильные шаги И мы делаем их при свете Божьего Слова И вдруг мы не оказываемся там, где хотели И вдруг мы не имеем результата того, на который рассчитывали И вот здесь вот как раз хочется обнаружить Где же эта мудрость спряталась Что же это такое Поэтому сегодня мы с вами поговорим на тему Извилистые пути мудрости Извилистые пути мудрости И начну с 28 главы Иова, где написано Но где мудрость обретается и где место разума Вот если бы вам задали вопрос Где место твоего разума, что бы ты сказал В голове Вообще странный вопрос, правда? Где место разума? Оказывается не всегда так Мы уже с вами как-то касались этой темы Что в голове Они обрабатываются, наши мысли Которые туда попали А мысли, которые туда приходят У них есть источник И вот этот источник Он связан с нашими ценностями Кому ты отдаешь свое время Кому ты отдаешь свои приоритеты Кому ты отдаешь свои интересы Вот оттуда будут приходить мысли Оттуда будут приходить сигналы Я думаю, что сегодняшняя система Интернетного сообщения Она очень хорошо об этом говорит Допустим, человек что-то поискал чуть-чуть И сразу ему на эту тему Сыпятся всякие ссылки Вот то же самое в духовном мире Когда ты куда-то направился Сразу на тебя пойдут Вот эти дожди стрел Если это негативный поток Либо наоборот открытые возможности Которые тебя сначала будут подтягивать Обучать, открывать просторы Поэтому я хочу, чтобы мы с вами Сейчас разобрались Вместе с ОООМ Но где премудрость обретается И где же все-таки место разума Место разума не в нашей голове Разум это то место Где обрабатываются мысли приходящие От разных источников Источники выбираем мы Источник, который нужен нам Это то, что называется Божественная возможность И когда мы выбор делаем В адрес небесного источника Господь предлагает нам Тогда общаться с Его Словом Он говорит Вот источник И если ты будешь туда вникать Проникать глубже То ты не останешься На поверхности смыслов Ты пойдешь в глубину И поймешь Как освободиться от любой проблемы От любого заточения В которых ты оказался Из-за неправильных Предыдущих решений Либо из-за того Чего заложником стал с детства А с заложником с детства Люди становятся В плане сиротства Отверженности Всякой обманутости В плане самооценки Которые ему докладывали Неправильные взгляды учителей Неправильные взгляды родителей Неправильные взгляды сверстников И вот этим люди Иногда становятся Не собираясь этим быть Вроде говорят Да я всем докажу Что я не такой Но на самом деле попадает Вот в эти капканы Почему? Потому что когда ты отдавал Свои эмоции Свои смыслы Вот этим негативным оценкам И пытался от них Избавиться своим путем А когда Господь говорит Приди ко мне Я тебе покажу Как я на тебя смотрю И тогда вся эта ложь Отвалится легко Тогда ты с ней разберешься быстро А пока ты сам Пытаешься что-то доказать Не получается Поэтому место обитания разума Это там где источник Из которого мы питаемся И посмотрите Не знает человек цены ее Она не обретается на земле живых Бездна говорит не во мне она Море говорит не у меня Не дается она за золото И не приобретается она за вес серебра Не оценивается она золотом афирским Ни драгоценным ониксом Ни сапфиром Чуть-чуть пропускаю Откуда же исходит премудрость И где место разума Опять вопрос Потому что попытался найти Иов В разных окружающих его ситуациях Точках опоры И нет там не нашел Сокрыта она от очей всего живущего И от птиц небесных утаина А водон и смерть говорят Ушами нашими слышали мы слух о ней Бог знает путь ее И он ведает место ее Ибо он прозирает до концов земли И видит под всем небом Когда он ветру полагал вес Располагал воду по мере Когда назначал устав дождю И путь для молнии громоносной Тогда он видел ее Явил ее Приготовил ее И испытал ее Посмотрите Вот здесь есть несколько глаголов И когда в нашу жизнь приходит эта природа Она пройдет по тем же самым глаголам Действиям Видел Явил Приготовил Испытал И вот с нами что происходит Господь нас увидел Мы увидели Что он нас позвал Когда-то была точка контакта Был момент Он увидел Он стал являть свою милость Он стал являть свои откровения Он стал являть себя через слово И таким образом мы стали преображаться Мы стали что-то видеть себе как изменение И это нас приготовило И казалось бы Ну вот все достаточно Увидели Мы явились уже Приняли определенные откровения И вот теперь уже Приготовились Оказывается нет Следующая стадия И испытал Если Бог испытывал премудрость Как вы думаете Будет ли он испытывать человека Которому он хочет дать Эту же самую природу Конечно да Он будет испытывать готовность Носить эту премудрость Потому что тогда Когда премудрость приходит То она начинает Что-то созидать Творить И когда человек Творит эту премудрость Из болезненной внутренности То таким образом Происходят очень плачевные плоды Почему? Потому что написано Что человек К концу времен В последнее время Будет изобретателен На зло Потому что неизмененная внутренность Любую тренировку разума Начинает применять На зло И мы сегодня видим Как раз компьютерная система Как сегодня завладела У маме детей И подростков Которые еще не умеют Ценности отличать Друг от друга И попадают в эти сети Потому что кто-то Из старших Позаботился об этом Чтобы манипулировать Сознанием Мышлением Целой толпы И для этого Стали применять Технологии Против которых У ребенка У подростка И даже у многих взрослых Нет противоядия Поэтому мудрость Она должна прийти На сердце Приготовленное Чтобы там работать Уже не с мудростью Бесовская О которой мы говорили Не с мудростью земной Не с мудростью душевной А с мудростью небесной Идущей от Бога И мы с вами По этой дороге направляемся И сказал человеку Вот страх Господень Есть истинная премудрость И удаление От зла Разум То есть я вам сказал Об источнике разума Так вот есть источник Зла Который дает разум Но неверный Искаженный Искривленный А есть и то Источник света Который дает нам Разум Понимание Что я от зла Уклоняюсь Я ухожу от чужого Источника А теперь мы прочтем Несколько строчек Из смыслового Перевода Этой главы Но где же найти Премудрость И как ее приобрести Это 12 стих Но уже смыслового Перевода И как мыслить Мышлением Божьим Человек во всей полноте Не может даже представить Насколько она ценна И как драгоценно На плотском уровне Нельзя найти И иметь ее Помните В прошлый раз Мы из Нового Завета Читали место Писания Что плотской Или душевный Не может Мыслить о том Что духовно Не потому что мы Какого-то человека Говорим Ты плотской Ты не поймешь О чем я хочу сказать Это как раз Мудрость Так делать не будет Мудрость будет Искать подходы А не унижать кого-то Поэтому тогда Когда мы вдруг Чувствуем Человек С тобой Находится В разных параллелях Ты пытаешься Ему донести А он тебя не слышит У него совершенно Другой разум Он по-другому мыслит В таком случае Есть два пути Либо остановиться Вообще И идти на контакт Если ты не можешь Ему сейчас Ничего не донести Либо сказать Господи Если ты мне дал его на пути То дай ключ сейчас К его мышлению К его сердцу Чтобы дать ему услышать Хотя бы Какие-то проценты Той мудрости Которая начнет Работать с его сердцем Вот это и есть Момент Который мы сейчас Прочитали Что драгоценность ее Которую душевный человек На плотском уровне Не может найти Где же источник мудрости Где утверждается И обосновывается Высший разум Она является закрытой Тайной для мира плоти И от ангелов небесных Она утаена Бог знает образ действия ее И только он знает Место ее пребывания Он совершенно видит Душу человека И состояние его духа Вот ненависть ко злу И ко всему Что не соответствует истине Есть истинная премудрость И удаление от плотского пути Мышления и действия Это разум Божий Может быть сразу много текстов Но я хочу сказать, друзья Что мудрость Она не приходит без слов Она приходит всегда Облекаясь в определенные Такие куски Которые надо разработать Как самородки С которыми надо пожить С которыми надо переварить И дать им стать нашей частью И слава Богу за интернет Что вы сможете потом Это все переваривать Более подробно К тому, кому это надо И теперь я хочу с вами Пройти по вот этой дороге Где Иисус Сына Сирахов Говорит о Извилистых путях Мудрости Когда-то в моей жизни Произошел момент И мне задавали много вопросов После того, как услышали Что в моей жизни был момент Когда я посвятила себя Премудрости И вот сейчас, по сути Я буду вам рассказывать То, что в моей жизни Происходило Какими-то, может быть Отдельными пазлами Но это должно выстроиться В определенную картину Потому что тогда, когда я читала Вот эти места писания Прочитанные сегодня Не было тогда смыслового перевода Я читала их в обычном переводе Когда я прочитывала много Глав из Сына Сирахова Из Премудрости Соломона Там очень красиво представлена мудрость Там очень масштабно она представлена И поэтому, когда я ее читала Я говорила Господи Это было в молодости Задавала Богу вопрос Возможно ли сегодня Иметь такой союз с мудростью Возможно ли сегодня Вот так жить И творить Твои дела Мудростью Твоей И текст, который я сейчас прочитаю Это Божий ответ для меня Был вот в этом слове С 12 стиха 4 главы Сираха Премудрость возвышает сынов своих И поддерживает ищущих ее Значит сначала надо родиться от мудрости Чтобы стать сыном или дочерью кого-то Надо там родиться, правда? Родиться от мудрости Поэтому я стала задавать Богу вопрос Господь, одно ли и то же Родиться свыше и родиться от мудрости На самом деле Когда мы с вами рождаемся от Духа Святого У нас уже есть доступ к наследству Но наследник, доколе в детстве Ничем не отличается от раба Поэтому оставаться в детстве не стоит Это не то, что опасно Но это бессмысленно Уже родившись во Христе Оставаться в детстве Потому что наследство тогда Оно остается где-то под закрытыми печатями Но то, что предлагает нам Господь входить туда Он говорит, для этого тебе надо взрослеть А ты не можешь взрослеть Если ты не питаешься моим словом Ты не можешь взрослеть Если ты не тренируешь то, что ты услышала Это то, что Бог говорил с моим сердцем Тогда, еще много лет назад И так премудрость возвышает своих сынов То есть надо стать сыном Или дочерью премудрости Когда мы рождаемся свыше Когда мы жаждем роста То мы становимся таковыми детьми И поддерживает ищущих ее Любящий ее любит жизнь Ищущий ее с раннего утра Исполнится радости Тоже такой интересный тест Если ты утром проснулся И у тебя плохое настроение Бывало такое? У кого такое бывало в жизни? Проснулся, ничего еще не произошло А настроение плохое Что с этим делать вообще? И все тогда должны узнать Какое у меня настроение И все это почувствуют Вскоре, быстро Потому что я сегодня Не владею настроением Настроение мною овладело И вот смотрите Какой простой тест Но ищущий с раннего утра Премудрость Исполнится радости Вот оказывается Я проснулся Настроения нет Что мне искать? Настроения нет Премудрость Премудрость Начни искать И исполнишься радости И все тоже об этом узнают Может быть сейчас обстоятельства Не благоволят к тебе И сейчас ты встал Может быть что-то побаливает Может быть что-то тебе Кто-то позвонил Может быть еще что-то Но если ты будешь искать мудрости Ты скажешь Господь слава тебе А у мудрости Есть решение у этих вопросов Я еще пока их не вижу А мудрость их видит Я могу радоваться А мудрости Которая мне доступна В наследстве отца Я уже рожден Как сын Премудрости Как дочь Премудрости И поэтому Если рождена То я с раннего утра Не ищу своего настроения Я с раннего утра Не ищу чтобы мне угождали А я с раннего утра Ищу Премудрости Потому что Она таких людей Исполнит радости С утра раннего Это такой тест Предлагаю Не только на предстоящую неделю А на всю оставшуюся жизнь Обладающие ей Наследуют славу И куда бы ни пошел Господь благословит его Удивительно Когда ты оделся В эту премудрость Куда бы ты ни пошел Чем бы ты ни занимался Благословение Это твоя часть Это твой удел Если этого нет Откажись от глупости Помните Мы говорили Что глупость Прилепилась к сердцу юноши Есть такая липучка Глупость От нее надо отказаться Но заменить эту липучку На то Что называется Водительство Премудрости И это возможно Хотя не всегда Понятно Куда и как Водит нас Премудрость Сейчас мы это увидим Послушный Мои дети Наследовали мудрость Даже без того Что они могут иметь Такой же поиск Как это было В моей жизни Пусть они встанут На эту платформу Которая будет построена Через поиск Мудрых отношений С тобой Кто верится ей Тот наследует ее И потомки ее Будут обладать ею Ибо Сначала Она Пойдет с ним Путями Извилистыми Вот они Пути извилистые Которые мы сейчас Чуть попозже Будем раскрывать Наведет на него Страх И боязнь Будет мучить его Своим Водительством Кто хочет иметь Такой контакт С премудростью Знаете Сразу задумчивость На лицах А нужна ли мне Такая премудрость Которая будет Меня мучить Еще и страх И ужас наводить Премудрость Ты Не переоделась Случайно В глупость Почему Эти качества Есть Премудрости Сначала Пойдет с ним Путями Извилистыми Но не ведет На него Страх И боязнь Будет мучить Его своим Водительством Доколе Не уверится В душе Его И не искусит Его Своими Уставами Но потом Она выйдет К нему На прямом Пути И обрадует Его И откроет Ему Тайны Свои Вот тогда Когда я дочитала До этого текста Опять возвращаясь Много лет назад То я сидела В задумчивости И говорила Господь Ты на самом деле Этого хочешь Если хочешь То я соглашаюсь Я соглашаюсь На те пути Которые еще мне Неизвестны На извилистые Я соглашаюсь На это испытание Страхом И боязнью Но я хочу Чтобы премудрость Вышла мне На пути Я хочу Чтобы она Меня обрадовала Своими Ответами Своим результатом В жизни И вы знаете Когда этот завет Совершался Я реально Переживала Небо Рядом с собой Я реально Переживала То что я могу Сегодня о чем Татьяна говорила Доверить Богу Свою будущность Невзирая на то Что я буду проходить Знать что Господь Не ошибется Он не даст Мне больше Чем я смогу Пройти И вы знаете Тогда Когда теперь Оборачиваясь назад Я могу видеть Какими путями Меня вел Бог То сегодня Я уже делюсь Не с того момента Где мне было понятно Мне сейчас это понятно Тогда я просто Доверилась Тогда я просто Сказала Господь Я соглашаюсь Веди меня По этим путям Я не знаю Сколько пройдет время Я не знаю Какими будут Эти пути Но я соглашаюсь Их пройти Только с тобой Потому что ты Мой пастырь И когда ты меня Будешь проводить Я хочу выйти оттуда Чище золото Я хочу выйти оттуда Действительно Сосудом чести Чтобы ты мог использовать Так как ты определил На старте Моего бытия Еще когда ты давал Находиться внутри тебя Духу моему И в результате Друзья Когда сегодня Уже Бог со мной Разговаривал дальше Этим текстом То что я увидела Вот они пути Известный текст Известный текст Из притчи 22 глава 4 стих За смирением Следует страх Господень Богатство Слава И жизнь Вот первый этап Извилистого пути Выработка Смирения Выработка Смирения Тогда Когда ты Не понимаешь Что происходит В ситуации Тогда Когда хочется Может быть Доказать Правоту Когда хочется Утвердить Свои границы Потому что Кто-то Переступает Их постоянно И не считает Это Зазорным Он делает Это легко Унижая Или еще что-то И вот тут Вырабатывается Смирение А друзья Здесь надо понять Что такое Подлинное смирение Когда-то я говорила О смирении Достаточно много Сейчас я скажу Несколько тезисов Чтобы выработать Правильную позицию В смирении Надо подчинить Свою волю Божьей воле Вот это Признак Смирения Когда ты подчиняешь Свою волю Не воле человека Не мнением людей Не мнением обстоятельств А воле Отца Небесного И в этом смысле Ты ему доверяешь И говоришь Господь А я подчиняю сейчас Свою волю тебе Почему это важно Тогда стержень У тебя вырабатывается Когда ты подчиняешься Обстоятельствам Стержня нет Тебя просто сгибает В разные стороны Как флюгер Потому что Это не смирение Кто-то внешне скажет Да человек смирился Он просто не стал Требовать своего Нет не об этом речь Иногда как раз Надо отстоять Свою позицию Но методами Другими Методами Доверяя Богу Что я Господь от тебя Принял эту позицию И поэтому Я ее не сдаю Может быть и все Говорят Да что ты Сделай всего лишь Один компромиссный шаг И все И успокоиться Вокруг все Нет не могу Не могу Иначе Потому что Есть внутри меня Вот этот стержень И я смиряюсь Под крепкую руку Божью Я не знаю Как дальше пойдут Обстоятельства В моей жизни Был такой момент Когда я Только поступила В педагогическое Тогда еще училище На старте Своей Педагогической Деятельности И когда я туда Только поступила Это глубоко Советское время Когда комсомол Был так скажем На флаге И тогда Заставляли всех Даже не заставляли Это было априори Как это педагоги Не будут комсомолами Комсомольцами А я понимала Что не буду И вот момент Наступает Когда мне задают Прямой вопрос Ты по идеологии Не вступаешь И я понимаю Внутри себя Если говорю Да Я завтра здесь Не учусь Это первый курс Первый месяц У меня много Было обстоятельств Который мне не хотелось Оставлять это место Я видела свое призвание В этом И я понимаю Мне стоит сказать Нет Ну то есть Не по идеологии От меня отстанут Может быть на время И все И забудется Но если я говорю Да Я завтра не учусь Что делать Я внутри принимаю решение Говорю Господь Я говорю да А дальше сделай все Что ты определил И только я открываю рот Чтобы сказать Да В это время Кто-то стучится в дверь И говорит Моей классной руководительнице Вас срочно к телефону Она вскакивает Как будто ее Кипятком ошпарили Она убежала И она забыла Об этой теме На следующие несколько лет Когда она уходила Она говорит Вернемся в следующий раз К этому разговору Но не вернулись Обернулась потом Это очень большими событиями Дальше Удивительными событиями Но я сейчас уже Не буду рассказывать Я просто хочу сказать Что решение И смирение Под крепкую руку Божью Это не смирение Под обстоятельства Это вырабатывание Вот этой твердой позиции Внутри себя И когда я потом уже Поступала в институт У меня аж там стояло БП Беспартийное И там первое Что смотрели В институте педагогическом Ты вообще как Куда относишься Вообще закрыли глаза На эту тему Мне даже вопрос не задали Почему Потому что смирилась Под крепкую руку Божью Господь дальше Уравнивает пути И сейчас я никого Не осуждаю Кто был в комсомоле Чтобы вы меня не поняли Неправильно Я сейчас просто говорю О своей позиции Как меня Бог формировал Как Он формировал Во мне вот этот характер Как формировал понимание Что мудрость Она устрояет Если ты умеешь Смиряться Под крепкую руку Божью Ну вы знаете Что за смирением Следует страх Господень И потому Она будет испытывать Страхами и боязнями Почему Потому что Если у человека Нет страха Господнего То 365 видов страха Это его удел Поэтому она будет испытывать Есть ли у тебя Страх Господен Если есть страх Господен Все остальные страхи Легко убегают Легко убираются вон Давайте вспомним Даниила с его друзьями Тогда когда указ царя Кормить их особой пищей Они говорят А мы не будем Есть от этого стола Почему Есть страх Господен Да что Вас же убить могут Вы же пленники Страх Господен Изгоняет Остальные страхи Легко И потому Вот эти юноши Которые могли Остаться твердыми Имея страх Господен Поэтому друзья Имея единственный страх Господен Мы легко Изгоняем Другие страхи Если же мы Не имеем его То мы имеем Все остальное Тогда начинает Нападать на человека То с одной То с другой стороны А что меня ждет В будущем Если А что еще Если И вот эти все Если Которые поднимаются В нас И вы знаете Книга Откровения Она не написана Для того Чтобы нас пугать Она написана Для того Чтобы нас делать Сильными Перед будущими Обстоятельствами И потому Имея страх Господен Сегодня Мы говорим Господь Мы не живем В компромиссном Христианстве А значит Будущность Которая описана В книге Откровения Мне Не повредит Никак Потому что Я живу Под кровом Всевышнего Потому что У меня с тобой Заветные Отношения Итак Боязнь Или страх Господен Который Обязательно Мудрость Проверит На этот Фактор За смирением Следует Страх Господен Поэтому Это Второй Извилистый Поворот На пути Мудрости И потому Множество Обстоятельств Которые будут Встречаться Как это было С Иосифом Которому Надо было Простить Братьев И это было Так непросто Друзья Ведь его Ни за что Предали Из-за зависти Как и Христа Впрочем Так и нас С вами Могут Предавать Из-за зависти Потому что Мы пошли По путям Христа Мы пошли По его стопам И поэтому Когда это Приходит в жизнь Как ты реагируешь И вот Иосиф Имеющий Внутри себя Страх Господен Имеющий Смирение Под крепкую Руку Божью Оказывается В доме Патифара После Цепи Рабов И оказавшись В доме Патифара Что ему Там было Доступно Кто из вас Помнит Ему 17 лет Ну 18 19 Сколько он Уже прожил Там пару лет Может быть Чуть больше Что ему Было Доступно В доме Патифара Все А кто там был Кроме жены Кроме жены Патифара Все остальное Доступно Что там было Кроме имущества Были рабы Были рабыни Были наложницы И они Были ему Доступны Представьте себе Хотя бы на мгновение Молодой мужчина Молодой юноша И ему все Доступно И Патифар Говорит Можно Но у него Страх Господь У него внутри Божий Стержень Мне это не надо И тогда Когда он мог Выстаивать В этой позиции Приняв решение Когда жена Патифара На него Покушалась У него Этот стержень Остался Поэтому Посмотрите Как молодежи Сегодня И как людям Уже среднего возраста Важно понять Вообще Я сегодня Управляю собой Либо эти эмоции Плоть управляет мной Если нет Обращайся К Богу За той мудростью Написано У кого ее не хватает Проси Бог ее даст Но она имеет Вот эти составляющие О которых мы Сейчас с вами Говорим Поэтому Страх Господень Надо попросить Возненавидеть зло Это и есть Страх Господень Это начало Мудрости Иосифе сказано Послал перед ними Человека В рабы продан Был Иосиф Стеснили оковами Ноги его В железо Вошла душа Его Доколе Исполнилось Слово его Слово Господне Испытало его Вот Путь Премудрость Доколе Слово не Испытало Оно в его Жизнь не Пришло Вот так Работал Бог С теми Кто был до нас И нет Исключения В нашем случае Он будет работать Таким же Путем И нам важно Сегодня друзья Для себя Понять Хочу ли я Таким путем Идти Могу ли я Доверять Богу Невзирая на то Что сейчас я чувствую Невзирая на то Что обо мне говорят Невзирая на то Какие может быть Опасности на пути Но если Бог Меня туда повел Он меня сохранит От опасностей И в результате Какой стал итог Вот по этому Псалму У Иосифа Послал царь И разрешил его Владитель народов И освободил его Поставил его Господином Над домом своим Правителем Над всем Владением своим Чтобы он Наставлял Вельмож его По своей душе И старейшин его Старейшин царя Учил мудрости Учить мудрости Может тот Кто сам Ею обладает Иосиф Будучи молодым Человеком Над престол Он вышел В 30 лет Но он уже Обладал Той мудростью Которой мог Делиться С вельможами Фараона И это Где они Это говорят Когда другие люди Выражают Недовольство Потому что Чуть выше Написано Дерзностно Предо мной Слова ваше Говорит Господь Вы скажете Что мы говорим Против тебя Вы говорите Четно служение Богу Что польза Что мы соблюдаем Постановление Вот кто-то Может быть Делает Что-то Пред Богом И говорит Ну что толку Меня не замечают Меня не хвалят Мне ничего Не дают За это Такие мысли У кого-то были Друзья Это нечестивые мысли Нечестивые Они огорчают небо Потому что Если ты идешь По пути Извилистой мудрости Или мудрость По извилистому пути Ведет То ты будешь Проходить такие моменты Когда тебя не заметят Когда тебе По достоинству Не дадут похвалы Когда тебя Кто-то не вдохновит Будешь это проходить Но тогда Когда ты будешь Идти по пути Нечестивых людей То ты будешь Говорить А что толку А что пользы Но тогда Когда ты В числе боящихся Господа А боящиеся Богу говорят А перед ним Памятная книга Пишется Кто-то не заметил А у Бога Все учтено Он ничего не потерял Он не забыл Он не ушел В отпуск Он все Держит Под контролем Так говорят Боящиеся Господа И потому Друзья Нам надо встать В эту позицию Боящихся Господа Потому что Бог боящихся Его слышит И вопль их Он доходит до его ушей Он отвечает на молитвы Боящихся Желания Боящихся Его Он исполняет Поэтому Встать в эту позицию Временно Кажется Неловко Временно Может показаться Неудобно Потому что Кто-то себе Карьеру прокладывает А я все жду Пока Бог Меня поднимет А потому что Он формирует Внутри тебя Стержень смирения И страха И страха Господнего Который Который Даст тебе Выдержит Следующий этап За смирением Следует Страх Господень А дальше Что Богатство Как многие люди Стремятся к богатству Не имея вот этих Первых двух параметров И Господь Не дает нам Богатства И физического И духовного До тех пор Пока мы не прошли Вот эти два Экзамена Мудрости Но когда они пройдены Мы входим В следующий экзамен Богатство Почему Богатство Это экзамен Кто-то скажет Для кого-то экзамена Для меня нет Мне бы только побольше Это значит Точно Ты еще Не знаешь О чем говоришь Потому что Когда-то Агур Будучи мудрым Человеком Сказал такие слова Нищеты И богатства Не давай мне Чтобы я Обнищав Не пошел Красть А когда Буду присыщен Не сказал Кто мне Господь Посмотрите Агур очень хорошо Себя знал И этот человек Мог так взвесив Сказать Господи Лучше ты мне Этого даже не давай Я еще не прошел Первые этапы мудрости Поэтому если ты мне дашь Бедность Я пойду воровать Не чувствую силы в себе Быть честным А богатство Я очень буду присыщен И скажу Не нужен мне Господь У меня все хорошо И это В этом была мудрость Агура Это не значит Что нам надо идти Точно таким путем Как огур Но как пример Иметь ввиду Если я Не имею в себе Стержня И я не чувствую Себе внутри Вот этого понимания Твердости Характера То я сначала Буду с Богом Об этом говорить Господь Мне нужна Твоя мудрость На преображение Меня На преображение Моей внутренности На преображение Моего сердца Чтобы мне не свалиться На пути компромиссные Для достижения Богатства Но чтобы я шел К этому Твоим путем И когда это Приходит ко мне То вы знаете Что такое Испытанный Богатством Кого вы видели Из людей Испытанных Богатством Вокруг себя Есть люди Которые у вас На глазах Становились богатыми Есть такие Ваши соседи Друзья Родные И как они Менялись По характеру Как они Менялись По отношению Как они Менялись По кругу Общения Это было Очевидно Правда С кем-то Они даже Вообще Уже не хотели Общаться Кого-то Они пропускали Через призму Каких-то Может быть Своих тестов В свой круг Я такого Видела Немало На своем пути И поэтому Хочу Друзья Сказать Такие люди Не прошли Испытания Богатства Но тот Который Остался Смиренным Человеком Простым Человеком Помните Мы говорили А среди тебя Я оставлю народ Смиренный И простой Вот кто Остался В этой Позиции Невзирая На то Количество Которое Он имеет Сегодня Тогда он Становится Каналом Для божьих Благословений В другие Судьбы Поэтому Богатство Будет Испытывать И Соответственно Прежде чем Придет Эта сфера Третий этап Испытания Мудрости Надо Обязательно Сдать Первых Два Экзамена Тогда На этом Этапе Ты тоже Его Сдашь Когда-то Апостол Павел Сказал Такие Слова По поводу Филиппийцам Есть Слово Умею жить В скудости Умею жить В изобилии Научился Всему И во всем Насыщаться И терпеть Голод Быть И в обилии И в недостатке Как вы думаете Что лучше сначала Научиться в богатстве А потом в скудости Или наоборот Не там Не там Лучше Не надо Тогда тебе Агура Надо молитву Не давай Ни того Ни того Но здесь Есть мудрость Друзья Посмотрите Павел Да я научился Я научился Не жить От обстоятельств Я научился Радоваться Невзирая Ни на что Поэтому Самые радостные Послания Он пишет Из тюрьмы В Риме Потому что Он научился И вот в этом Мудрость Научиться Радоваться Не от обстоятельств А от того Кем Ты являешься В боге И бог для тебя И это Незыблемо Когда мы Уже В статусе Его детей Это Незыблемо Когда мы Уже В числе Наследников Богатства Неба Поэтому Он научился И поэтому Фраза звучит 13 стих Который Часто Все Произносят Все Могу В укрепляющем Меня Иисусе Христе Как мы Часто Говорим Господи Я все Могу А ты Научился Жить В скудости Научился Жить В изобилии Вот тогда Когда Павел И тому И тому Научился Следующее Все Могу Вот нам Стоит Вот эти Два Полярных Явления Освоить И мы Все Сможем Все Сможем Потому что Мы будем Доверять Богу При любых Обстоятельствах И в этом Доверии Останемся Сильными Что касается Четвертой Позиции Вот этого Извилистого Пути За смирением Следует Страх Господен Богатство Слава И жизнь Вот это Слава Что же Это такое Как быть Испытанными Славой Кто-то В своей Жизни Эти вещи Видел Со стороны Либо Переживал Сам Если Сразу Любой Успех Сносит Уже Тебя С ориентиров То Конечно Ты не Выдерживаешь Даже Малого Приближения Славы Но если Слава Приходит В жизни Человека И он Знает Кто Носитель Подлинной Славы То он На себе Ее Не Оставит Передает Ее Славу Сразу Богу И когда Передает Богу Что происходит В ответ Слава В жизни Этого Человека Растет Вот это Подлинная Слава Друзья Кто-то Говорит Написано В писании Бог сказал Я не отдам Славы Моей иному И хвалы Моей Истуканам Так вы знаете Что мы Не истуканы И мы Не иные Мы Божье Продолжение На земле Мы его Дети На земле Поэтому Славой Своей С нами Делится Но не для того Чтобы нам Сейчас Возгордиться И сказать Топни Господь Он делится Славой Чтобы мы Умножали Эту славу На земле Чтобы мы Передавали Ее дальше В небеса И чтобы Таким образом Через нас Слава Божья Распространялась Царство Божье Распространялась Когда я точно Знаю Все что я имею Я не имею Это сам Я имею Это потому Что он Дал мне Иметь Здоровье Семью Церковь Город Все что я Сейчас имею На работе Всякие идеи Которые ко мне Приходят Результат этих Идей В виде Эквивалента Денежного Все что я имею Это бог В моей жизни И это и есть Друзья Умноженная Слава Потому что Мы тогда В своем Призвании Успешные Когда же Человек Думает Ну я такой Пусть за меня Поборятся Как музыканта Как может быть Какого-то Спортсмена Может быть Какого-то Особого Специалиста Пусть за меня Поборятся Вообще Не познал Еще Ни смирения Ни страха Господнего Ни того Что называется Богатством В Боге И потому Слава Она пока Растилается По земле И наверх Не идет Вот друзья Пути извилистые Пути мудрости И когда Господь Нас приглашает На этот путь Он приглашает К преображению Нашей сущности К нашей личности И вот тогда Когда все эти Четыре экзамена Сданы Куда мы попадаем В жизнь Как ни странно За смирением Следует Страх Господен Богатство Слава И жизнь Вот начинается Полноценная Жизнь Без всякого Недостатка Все есть Есть все Что написано К царству Которое ты ищешь Все остальное Приложится Тогда когда Жизнь на выживание Когда жизнь Постоянно в борьбе Это еще не жизнь Это попытка Выйти к жизни Но Иисус сказал Я пришел дать жизнь И жизнь С избытком Это его дар И он Дает нам Конечный результат Но имея ввиду Что мы пройдем Все эти этапы С ним И потому У премудрости Есть удивительные Песни Удивительные Слова Которые Кстати По поводу Еще премудрости Вернее славы Царица Савская Пришла к Соломону Пришла испытать Его Загадками Вы знаете Что слава И мудрость Человеки Будут еще Испытываться Кем-то Когда кто-то Приходит И начинает Тебя испытывать А подлинно Ли у тебя Такая мудрость И будут испытывать Вот пришла Царица Савская И причем Даже не скрывала Она пришла Испытать Соломона Загадками С весьма большим Богатством С верблюдами Навьюченными Благовониями Множеством золота Драгоценными камнями Пришла к Соломону И беседовала с ним Обо всем Что было на сердце У нее Поэтому Ты будешь Привлекать Тех людей У которого Высокие стандарты И царица Савская Хотела поговорить С тем У кого высокие позиции Потому что Она сама туда Стремилась Поэтому Когда мы находимся Вот в этом поле Где много Всякого шлака То там не видно драгоценности У каждого из нас Драгоценность есть Но в этом шлаке Она не видна Когда Бог Начинает освобождать От шлака Когда он проводит Через свои школы Когда проводит Через свои этапы Начинает сиять И сверкать Уже где В его диадеме Это драгоценный камень На его голове В его запястьях Начинают сиять И сверкать Эти возможности И вы знаете Что еще будут говорить Когда-то мне Бог разговаривал Со мной этим текстом При трудных Моих ситуациях Тогда внутри церкви Выслушайте Слово Господа Трепещущий Пред словом его Хорошо Господь Я знаю Что в моем сердце Есть этот трепет Выслушайте слово Я сейчас Не в буквальном смысле Я сейчас Чтобы никто не понял Меня в буквальном смысле Я сейчас в общих вещах Говорю Ваши братья Ненавидящие вас И изгоняющие вас За имя мое Говорят Пусть явит себя В славе Господь Смотрите Те люди Которые рядом с нами Которые близки И дороги нам Они могут сказать Пусть себя явит Господь В славе Вот в твоей жизни Я такое слышала Не от одного человека Однажды я Будучи Еще тоже молодой девушкой Мне было 16 лет Шла со мной рядом Может быть чуть больше Шла со мной рядом Одна намного старше Меня женщина И говорит А почему это тебе Бог вот на эту тему Не ответил еще До сих пор И я иду Она для меня Определенным авторитетом Я иду Говорю Господи А на самом деле У меня же нет ответа Почему Я же с тобой Об этом говорю Уже не один раз Почему И вдруг И вдруг У меня приходит ответ И очень быстро Приходит ответ Которого я до сих пор Не знала Потому что мне Самой был он нужен Но такие провокации Они тебя куда-то толкают К вопросам с Богом Господь А в чем же дело И вдруг я слышу Господь мне дает ответ А потому что я готовлю Появится во всем масштабе Как пашущий И сеющий И ожидай Добрых плодов ее То есть Не приходи С беспечностью Как пашущий И сеющий Поработай на полях Чтобы мудрость Выросла В твоей жизни Для невежд Она очень сурова И неразумный Не останется с нею Она будет на нем Как тяжелый камень Испытания И он не замедлит Сбросить ее Премудрость Соответствует Имени своему И немногим Открывается То есть Невежда сбросит Себя Скажет Зачем мне Постоянно смирять себя Это зачем мне Ходить в страхе Господнем Зачем мне Правильным путем Приобретать богатство Зачем Невежда скинет Все это Скажет Мне побыстрее надо Терпения не хватит У него Помышлять о ней Есть уже Совершенство разума И бодрствующий Ради нее Скоро Освободится От забот Друзья Как мне хочется Видеть церковь Свободную от забот Я думаю Что Богу Хочется еще больше Чем мне Но вот Есть путь Такой Помышлять о ней Есть уже Совершенство разума И бодрствующий Ради нее Скоро Освободится От забот Ибо она сама Обходит И ищет Достойных ее И благосклонно Является им На путях И при всякой мысли Встречается с ними Вот я хочу Чтобы мы вошли В эту позицию Когда мудрость При всякой мысли С нами Общается Не тогда Когда я ищу Где же мудрость В какой мысли Она сейчас проявит себя При всякой мысли Мудрость Тогда будет общаться Поэтому Она выйдет И обрадует Но пути Когда она испытает И проведет По пути извилистому Я желаю Чтобы мы с вами Не побоялись Извилистых дорог Потому что В этом Наше преображение В этом Сила Над обстоятельствами В этом Власть Над любым Рабством Которое тебя Держало Потому что Тогда Когда Есть наполнение Чаши Чаша молитв Чаши Образа жизни Образа мышления То тогда И приходит Победа Над всеми Провокациями Атаками И капканами Врага Давайте Поднимемся Я опять Не все успела Друзья Но на этом Уже остановимся Небесный Отец Я благодарю тебя Что мы можем Сейчас передать тебе Наши сердца Мы согласились Быть в числе тех Кто ищет Премудрость С раннего утра Поэтому пусть Никакое Бружжание Никакое Настроение Негативное Не будет нас Удерживать От радости В Боге И мы сегодня Начали служение В радости Я желаю Чтобы всякое Смущение Которое было В сердцах людей От этой радости Оно было Обнаружено И удалено Через мудрость С которой ты Даешь встречаться Но туда мы Не попадем Через плотское мышление Поэтому нам Важно получить Свободу Разума своего Мышления своего От привычных Ходов Мысли Пусть Господь Туда придет То что называется Смыслами неба И наполнит нас Изнутри Я благодарю Тебя Что извилистые Дороги Мудрости Это не то Что нас Испугает Я хочу Благословить Народ Твой Познавать Что есть Мудрость Сходящая свыше Я хочу Благословить Народ Твой Ходить в мире Ходить в чистоте Ходить в святости Ходить Действительно Наблюдая За устами Своими Наблюдая За речами Своими Наблюдая За мыслями Своими Понимая Что каждая мысль Она имеет Продолжение Она имеет Продолжение В делах Она имеет Продолжение В словах А значит И плоды Будут являться Поэтому Благослови нас Господь Не просто Мыслить А знать Что источник Нашего разума Он в Тебе И мудрость Обретается Не на земле А в небесах И мы туда Направились И сердцем И взором Своим И образом Жизни Я благодарю Тебя Господь За то Что в Твоем Присутствии Горы тают И холмы Начинают Только плескать И сейчас Я передаю Тебе Каждого Человека Кто на это Место Ступил Однажды Я благословляю Сейчас Поработай С каждым Сердцем Кто на каком Этапе Застрял У кого-то Не хватило Смысла Смиряться У кого-то Не хватило Способность Отказаться От всех Страхов И взять Только один Кто-то Господь Остановился На уровне Богатства Потому что Оно Стало Его Иметь Но ты Дай нам Иметь То Что ты Даешь Но чтобы Нас Это не Имело А имел Нас Только ты Я прошу Тебя Господи Помоги Нам быть В числе Тех Кто Имеет Все Что ты Даешь А ты Имеешь Нас Со всем Этим И пусть Через это Умножается Слава Твоему Имени Пусть Через это Умножается Богатство Мудрости На земле И мы Ни в чем Не будем Нуждаться Имея Такого Бога Своим Советником Спасибо тебе Родной Во имя Иисуса Христа Аминь Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры